Девушки отдыхают 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 так записывать я потом эти места насколько память вам позволит постарайтесь кое-что заучить наизусть почти на бумажку себе выпишите это не мои слова 1 коринфянам 7 15 до я прочитаю 10 если неверующий хочет развестись пусть разводится брат или сестра таких случаях не связаны к миру призвал нас господь у него дальше идут уже все слова что он говорит он уже начинает угрожать у него он хулиган просто настоящий и вам угрожай конечно дальше исайя пророк исайя 57 20 21 стих я коротко прочитаю коротко он горт вы хотите мира не будет мира почему нечестивые как море взволнованное которое не может успокоиться и которого воды выбрасывает елой грязь нет мира нечестивым говорит бог мой нет мира это бесполезно и говорит я что-то сделаю он будет слушать это нет я уже поняла притча 416 запишите притча 4 же псалом 72 до 18 и 20 стих по 20 18 20 72 18 20 первые ездры 9 12 зима нет так на там так взять из середины и не ищите мира их писанием при мне ищите меру это бесполезно дальше исайя 311 я специально подобрал а беззаконнику горе ибо будет ему возмездие за дела руки его римлянам 12 18 римлянам 12 18 и римлянам 14 19 потом премудрость соломона 2 глава римлянам 12 18 стихи римлянам 14 19 это стихи до 14 глава 19 стих а римлян 12 глава 18 18 стих перед этим было дальше премудрость соломона 2 глава с 12 по 21 стих это прямо ваше устройство все что они делают как говорят что задумается премудрость это не каноническая книга не не притча премудрость соломона я знаю дальше второе петра 2 14 24 михея 21 до еще два места притча 116 116 да и псалом 35 5 я время не буду вас отнимать говорите теперь так на технику вы вот эту беседу записываете наверно да ну конечно вы ее сохраните но пока вот до мирных времен лучше не выставлять конечно потому что я уже просто боюсь за свою жизнь если хорошо и православное хорошо батюшки учат когда написано даже середиками обращайтесь кротко дабы обратить их и развод возможен только в одном случае при любодеянии они обезумели совершенно папы их бог выжигать будет что они делают мы за вас молимся все они вам еще не могут сделать вас и христос они тоже там говорят мы за тебя капис там каждый этот взыскание погибших каждый в одно время молимся они пугают пугают у них ничего нету там нету бога там только сатана злобный я вот смотрите я вам хочу просто что рассказать за эти дни кратко было да вот с того момента как священника погружение вы выставили и мы поехали к священнику батюшки вот он мы приехали я начинаю рассказывать он берет так тем говорит да это не главное главное не принимать и паспорта не принимать и общем начинает вообще вот в эту тему там вот это про апокалипсис про паспорта и нбк так далее я говорю для меня это тем уже закрыта я ее прошла мне нужно вот это все поднимать ладно тут мы стёпу заявляет и говорит поехали в другом батюшке там то что он знал что я к этому а так он давно меня звал к своему духовнику а духовник сильно посмотрите что так гудит об как трактор какой посмотрите заглушает микрофон точно вот так вот сейчас получше давайте вот и у них духовнику и семьи который он достаточно сильный духовник его здесь в городе многие знают но не все признают конечно не он обладает таким даром слова многим каким-то таким вещами а сильный но вот я ему не очень как бы признаю и многим они признают и мы поехали потому что он говорит если ты не поймешь я тебя насильно к нему ну как бы не заставляй меня силком тащить ну я мне без проблем я не боюсь поехали приезжаем к нему он начинает там вопросы задавать в общем ничего о вас не знаю он такие выводы делает да он человек не духовный да главное быть духовным человеком откуда ты знаешь в общем он наверное секты я говорю секта он семи старообрядцев вышел обратился секта а ну ты я же сказал в общем начала говорить а ты знаешь из чего душа состоит дух из чего состоит я горы душа ну как я при этом я то есть это мое сознание ум и ну и там про вот видишь ты ничего не знаешь ни про душу не про дух ты и он мне ничего не знает вообще ничего не знаете вы вообще таких вещах начинаете рассуждать в общем не ослышно я слышу и он начинает показывать папочку такое он составил кофе афану Затворнику. Он говорит, вот, смотри, духовный какой человек. Я его признаю, конечно, Феофан Затворник. Он все составил, говорит, это вся моя жизнь, практически он работал там 20 лет, стрелками, таблицами, как борьба со страстями, из чего дух душа состоит, как все это путь. Я на это смотрю, мне это интересно, но я говорю, вы понимаете, это высшая школа, это вам уж как священнику нужно, но я, просто человек, мне нужно как младенцу молоко. Мне нужно просто, вот я скажу, Игнат Тихонович мне дал самое главное, показал Христа и показал Святую Библию, акцентировал внимание на этом. Он прям так, что ты, Библия? Говорит, ты понимаешь, Ветхий Завет уже Иисус Христос за нас исполнил, мы в Новом Завете живем, нам, ну, смысл такой, что Ветхий Завет нам не нужен, в общем, ты вообще куда пошла в дебри, такое вот. Я говорю, я пыталась ему про две лепты сказать, ну, вообще человек меня не пытается слушать, просто так, ну, практически как, ну, кому-то взбесился, что ли, не знаю, если так можно сказать, не хотел слушать, ничего. Я говорю, ну, мы же самые в церкви у нас же читаются, почему вы не признаете? Он ничего не ответил, в общем, вот у него не Святая Библия на первом месте, а вот, наверное, Феофан Затворник, на кого что. В общем, я вот так с священниками сколько теперь общаюсь, я акцентирую, смотрю внимание, сколько он говорит о Христе и сколько он уделяет внимание Святому Слову Божию. То есть у меня вот это стали показатели теперь. И мне такое ощущение, что вообще действительно они сами как будто Библию не знают, прячут её и вот что угодно говорят, но только не вот это. Вот мне тем и нравится священник Даниил Сусой, что он тоже вот это всё время акцентирован на Святой Библии и на канонах. Может, он что-то там тоже нарушался, но он, вот эту любовь и Олег Стеняев и вы вот троём в этом похожи. Вот они вот Святую Библию мы любим, а многие священники её прячут. У меня прям такие искушения начались, что меня диакон ловит, там на службу мы в воскресенье пошли, а там священник, ну прямо ему лет двадцать его поставили, священнику. Я его уже видела, но я в душе так для себя решила, я не буду его осуждать, это не мое дело, я его признаю благодатным, но служат и служат, мне без проблем также к нему благословения, я просто знаю, что идёт нарушение. Меня диакон ловит в конце службы, он знает, что я вас слушаю, он вас тоже, он всескептически относится, и он начинает мне, что, что молодого священника, хотя я вообще его начал сам, меня слышно, да? Я слышу. И он говорит, ну и что, я вообще его не звала, ничего. Он подбежал, он начинает, священник, да, молодой, там, ну что, это Дух Божий. Знаете, все вот практически одно и то же говорят, я сейчас скажу, как примерно, ну что, что написали каноны, нельзя раньше тридцати лет, но ведь Дух Божий позволяет раньше ставить, ты же признаёшь, что Дух Божий сходит. То есть, как бы получается, и Дух Божий на канонах действовал, и Дух Божий его священника поставляет, это всё правильно, да? Но вы, я думаю, может быть, уже вот эта грань действительно хула на Духа Святого пришла, что на него всё валит, его обвиняют Духа Святого, это, ну как бы, у меня такое складывается впечатление. Они оправдываются постоянно. Вы помните, Юля, помни, это враги, враги вкрали из церковь, они не православные. Они против Святой Библии, против канонов, против всего, что только можно. Они не знают, кроме корысти и трусости. Вы разговариваете с ними очень мало, не разговариваете даже. Подойдите, постойте, скажите, я пришла не за этим. Скажите, вы можете преподать мне крещение или нет? Нет, значит, до свидания. Нет, никто, нет, все отказываются. Я и говорил, что не будет. Они отверженные, отверженные они. Их Бог не допускает до таинства. Единственный, Игнат Тихонович, у меня просто во всем этом вопрос, ведь таинство уже не священник совершает, а Христос через руки священника, правильно? Когда правильно делает. Бог не может вопреки делать, не может, это не его свойство. Через руки его Бог делает тогда, когда он делает правильно. А если он делает неправильно, надлежит Василию Великой Великой беде быть. Великой беде. Ну, допустим, священник, а ему вина, вина нету, он выпил его. Тут было такое дело. А он воды красной налил, литургию совершать. Ну, будет или не будет? Священника руки, ничего нету, богохульство. Он вино выпил, которое дали ему. До этого еще. Пришел с друзьями, распил. В алтаре женщина сидит на престоле. У нас тут было в Красноярске. Стали выбирать там. Больше ведра окурок только из алтаря вытащили. Ну, еще какой там дух Божий. Дух сатаны там уже действует. Давно. Они все попрали. Бог там, где святость, где чистота. Бог грешников не слушает. Не надо на себя даже... Тогда не надо нам ничего. Каждый пусть плетет, что ему вздумается и кладет. Если он не крестит правильно, он должен быть извержен из сана. 50-е апостольское правило. Они все замяли. 70 лет правила не издавали. А без правил канона, книга правил, нет православия. Вот отсюда и порождение ереси всяких. И вот для меня стало как бы определяюще, как священник сколько о Христе говорить, о Святой Библии и, как я вам говорила, отношение к клятве. Я просто вот задаю вопрос. А клятвый, Господь же, ну хорошо, вы отвергайте Ветхий Завет. Но в Новом Завете Господь сказал же, не клянитесь вовсе. То есть нельзя клясться. Тут же руками машут, там, или не падают. Говорят, ну вообще, то есть такой, я даже не знаю, как это реагирует. Я просто спокойно смотрю. Я благодарю Господу, что Он мою душу и сердце в очень спокойном духе сохраняет. То есть я не нервничаю особо там. Может иногда такое что-то пытается, отчаяние какое-то прорваться, но... Не надо, за вас молятся все. В разных городах молятся, мы дали знать. А чтобы Степана Бог вразумил. Ты понимаешь, ты не можешь быть с Господом, пока тебя Бог не испытает. Давид говорит, испытай меня, выйду, чистый как золото. Теперь запиши, что я скажу священнику. Ивангелие от Иоанна, Иоанна 5.39. Скажи, вы Евангелие признаете или нет? Новый Завет. А Господь говорит, исследуйте Писание. Ибо через него вы думаете иметь жизнь вечную, через Писание. Какое Писание, когда Евангелия не было? На что Христос ссылался? Только на Ветхий Завет. Ветхий и Новый Завет это два динария, который дал самарянин добрый в гостиницу. Два динария дал. Два динария. Скажите, какие он дал два динария? И они не разница. Теперь 1 Тимофеев 4.16. Это я то, что не признают Ветхий Завет. Исследуйте, Павел говорит, это. Вникай в себя и в учения. Занимайся постоянно. А еще Нового Завета не было. До Нового Завета еще, говорится, идти да идти. Все святые отцы признавали и приглашали. Теперь Матфея 22.29. Матфея 22.29. Это слова Господа нашего Иисуса Христа из Святого Евангелия. Он говорит, заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. А какое Писание, когда Христос говорил? Евангелие после Христа. Первое Евангелие через пять лет только написано будет. А Господь отвечал людям, заблуждаетесь, не зная Писания. Писанием назван Ветхий Завет. Нового не было еще. Они богохольники. Ты спокойно, стой, не подавай даже виду никакого. Вот сейчас тут прослезилось, а больше не касайся никак. Будь мужественно, написано. Кто против нас, когда Бог за нас? Они ничего не могут с вами сделать? Ничего. Может быть, все без вас, и они начнут Бога искать. Надя Ильич, я стараюсь слезы беречь для молитвы только. Да. А так, конечно. А так вот именно с ними, когда общаешься. То есть у меня нет вот этого. Не то, что нет. У меня вот именно спокойствие такое. И мне даже муж говорит, ты как камень. Тебя даже не заплачиваешь. То есть вот так. Вот это они говорят. Так, я переспрошу еще. Два дня назад вы меня просили на моем листике в Mail.ru, чтобы я открыл разговор ваш с отцом и выставил? Да. Это вы просили? Да. А то там заблокировано так. А на утро-то на начало он, и там что-то мужа там где-то поносится по-христиански. Он бредит. Где он там увидел? Там о нем вообще не разговаривали. У нас... Мы вот... Я разрешение дала. Мы ездили к одному священнику, потом к другому. Он еще не знал. Он исчез. Подожди. Звук исчез. Звук исчез. Вот. Вот так. Опять. Говорите. Не слышно. Нету звука. Звука нету. Ни одного слова. Так, ну давайте перезвоним сейчас. Так, подожди маленько. Тогда перезвоним минут через семь. Я сейчас перезагрузку сделаю. Хорошо. Давайте. Отходите. Звук. 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 Ага. Слушай внимательно. Что-то опять гудит там. Слышно? Слышно? Слышно-то слышно, но... Так. Ты Елену Александровну знаешь? Да. Она сейчас мне позвонила. Я ее сейчас сказал. Потом позвони через полчаса. Елена Александровна? Она позвонила мне сейчас по телефону. По стационару. Моя бабушка? Да, конечно. Да, подожди. Я скажу. Она немножко успела сказать только. Но я говорю, через полчаса позвоните. Ко мне люди пришли. Дело в том, что... Она начала... Мы разные люди. Там Юля упрямая. Она такая. Но она к вам очень сильно относится. Она девушка-то хорошая. Но вот... И дальше она не успела ничего сказать. Я понимаю. Так. Это потом уже узнаешь. Сейчас мне, пока вы отходили, в это время мне скинули материал. Материал. То есть, запишите еще... Галатом. Галатом. Да. 5.15. Ага. Потом добавьте. То, что дали, это самое главное, что я хотел передать. Я на вас нигде не буду выходить. Они перехватывают все. Зачем это нужно? Так. Сейчас у него выставлен материал. В этом... В интернете. Вот. Последний он называется... Александр Васильев. Запиши. Александр Васильев. Ново-Воронеж. Только что поставил я его. Так. Внизу... Внизу комментарии я выставил два. Один о Бродобритии. Второе о Крещении. Вот о Крещении, который материал... Пожалуйста, открой его. Это не две... Ну... Не две строчки. А там тысячу двести с лишним строчек. Ну, это... На бумаге это будет где-то страниц 15-20. Обязательно это снимите себе. Шейте его как следует. И тогда к священникам пойдете. Там все правила. Там святые отцы. Там каноны. Все о Крещении. И вы им потихоньку... Только они из рук у вас будут вырывать. Вы сделаете экземпляра два. Это их обречает. К стенке пригваждают. Они как огня будут бояться вас. Чтобы вы кому еще не сказали. Слышите меня, нет? Но это для них вообще-то как... Нет, нет. Вы это сделаете обязательно. Где-то там найдите у кого-то. Это последний ролик, который я выставил. И внизу комментарий о Крещении. Что говорит митрополит, заместитель первой рука патриарха Кирилла? Что говорит патриарх Алексей? Что говорит митрополит Филарет, экзарх Белоруссии? И что говорят все святые отцы об этом? Они должны показать свое настоящее лицо. Должны. Они... Вы по пунктам спрашиваете. Скажите, вот Кирилл Русалимский говорит, человек скрывается в воде. Почему по-другому? Теперь митрополит Алпеев Кирилл, он говорит, что... Иларион, что у нас по-другому книг нету, чтобы не в погружение. Все это нарушение. Все книги наши говорят только о погружении. Вы увидите, где он говорил, там ссылка дается все. Им нужно открывать глаза. Или прямо они должны показать, кто они есть. Что это враги втерли в православную церковь. Они уже все показали. Я уже просто вижу, что это нереально. Я не вижу, даже у меня надежды нет. Все равно, послушай меня. У кого-то там попроситься снять. Это немного. Ну, если есть там принтер, по принтеру снять. И они должны иметь у себя это. И один экземпляр сделает. Это недорого стоит, там, десятка какая-то. Ну, всего листиков 20. Подарите им даже. Подарите. И тогда ссылайте. Я дала вам, что говорит Святая Библия. Что говорят святые отцы. Что говорят святые каноны. Что говорят святые жития. Вы все попрали. А у православных больше ничего нету. Вы еретики стопроцентные. Я не могу вас слушать. Потому что оба слепец, кто ведет и кого ведет, упадут в яму. Не могу я доверить единственную душу вам. У них ничего нету. Я привожу 136 было. Сейчас еще больше. 140 свидетельств. 140. У них ни одного нету. Ну, что тут говорить-то. Ну, вот. Один декан у нас вхож в дом. Я ему как бы встретила. Говорю, вы всегда желаю на гости заходите. А потом, когда начал это все говорить. У меня уже чувство такое, что я просто не знаю, что говорить с ним. Он меня не слышит. Я его не хочу слушать. Как вообще? У меня еще вопрос. Олег, ты Михайлович с вами ходил к крещению? Он говорит, пойду. По этому вопросу? Ну, по крещению. Да. Ну, и как он убедился, хоть маленько, что они беззаконники? Или они вот что? Ну, не совсем. Ну, не совсем. Ну, скажи, ты папе напиши вот это. Перепещай-то и дай. Скажи, папа, посмотри. У нас нет другой веры, кроме той, которую нам оставил Христос. Как сказали святые отцы. Ни один святой отец не учил, чтобы не погружали. Нет этого. Это еретики, католики. У меня только один вопрос к этому, ко всему. У меня здесь видно, все пути к этому закрыты, к погружению. К вам ехать мне тоже не получается. Ну, естественно, меня не пустят никто. Я не свободный человек в этом плане. Я замужем и так далее. И материально я тоже пока не свободна. То есть, а вдруг окажется так, что... Ну, я сейчас вроде нет, но если беременна окажешься, мне муж скажет, причащайся. Ты обязан. Не имеет права. Никто не имеет права заставлять причащаться. Это безумие. Есть каноны, отлучающие от причастия. Есть на самоотлучение человека. Как? Он чувствует за собой, знает, когда приготовится. Павел говорит, исследуйте самих себя. И тогда приступайте к чаше. Я скажу, исследовал себя и вижу, что я недостойна. И все. Вас никто не имеет права заставить. И не причащайся, пока не примешь крещение. Не иди у них на поводу. Это враги. То, что ты... Они тебя заставляют. Они дают тебе крещение. Они безумствуют. Вот в одном уступили, закрыли один ролик. Он мне написал, чтобы все ролики с вашим участием убрать. Безумие полное. Он же понимает, что это... Просто он не понимает, чего надо ему. Но на этом они не останавливаются. Да, если ему палец, он откусывает по самый локоть сразу. Да кому подчинять это? Они безумие творят. Попирает всех святых отцов, все каноны. А это означает, никакого православия нет. Это полторы тысячи епископов за канонами. Полторы тысячи. А не какой-то поп, который рукоположен раньше времени. Он должен быть извержен. Вот мне сейчас и говорят они... Из разных сторон люди это знают. Наши ролики смотрят. Вы что делаете-то? Вы... Сегодня вы делаете то, что никто не делает. Они на вас покушаться будут. Вы вскрыли-то самые гноняки их. А я говорю, я верю, что православие может быть другим. Может. И через кого-то Бог начинает этот труд. Там он начинает через вас. Была девора такая, пророчества у Израиля. И военачальники боялись как ворак идти на фронт. Если она не пойдет, говорит. Тогда победа не вам будет. Не надо кому эта победа. Лишь бы была победа. Вы это делаете. И ни грамма не уступай нигде им. Нигде. Нельзя уступать здесь. Это предательство. Не проси мира у них. Как? Не просить или просить? Не проси мира у них. Какой мир-то? Нет мира нечестивого. Я вам дал там. Просчитайте и запомните. Но они выбрасывают илой грязь. Другого у них нету. Нет мира нечестивому. А можно вопрос? Господь сказал, что прежде чем придешь жертву приносить, иди примирись с братом, который против тебя что-то имеет. Ну да, имеет. А он против вас-то ничего не имеет-то. Он против канонов имеет-то. Вы не смущайтесь умом. Они против вас ничего не имеют. Она начала говорить сейчас и говорит, она хорошая девушка. А этот пишет, кто там, я не знаю, кто там писал. Ну, видимо, как Степан. Похоже на него. Вы ее там, она вам вроде смотрит. Девочка такая. Вы обольстили ее. Да хотел бы я вас за бороду сейчас быть, да. Я смотрю, ну, вообще охамели безусловно. Но он мне рассказал. Да это он написал мне вчера. У меня же все сохраняется. Я копирую. Он даже если сотрет, ничего это не получится. Он не понимает, что он хулиганит. Он уже под суд идет. По гражданским законам он судим будет. Он не понимает еще с кем схватился. Да таких Степанов на моем пути было пруд пруди. И ни одного нету. Если мы начали молиться, мы призываем помощь Божию. И чтобы их вразумил. Что он думает? Да ему скажи, ты маленько одумайся, если жить хочешь. Нормально. А они к вам никаких претензий не могут иметь. Заставлять не могут. Таких канонов нету. Он на тебя имеет. Он не на вас имеет, еще раз говорю. Он имеет претензии к канонам. К святым отцам. К святой Библии. Все, что поправили. А к вам что? Они все говорят, вы хорошие. Ну, бывает упрямое там, но все мы не без греха. У меня даже был диакон нашего дядь. У меня были сомнения. Он вообще, как бы, вот такие… Я так его любила. И он такие вещи. Он любовь. Вот это все. На любви акцентирует. Порфирий Капсоколевит у него. Вот это все. А потом… Ну, так вот, может это нельзя говорить. Но скажу так по секрету. Он сказал, что пошли они к одному старцу, прежде чем диаконом быть. Он его не благословил быть диаконом. А как бы… А владыка благословил. Сколько лет ему было? Не, он уже нормальный возраст у него уже. Диакон 25 лет должен быть, не раньше. Но там он не благословил по определенным. То есть по каноническим. Именно по каноническим, говорит, ты не имеешь права быть диаконом. А владыка благословил. То есть он принял владыку как бы больше. Ну, у меня вопрос. А зачем тогда к старцу сходили, если все равно он слушается? Никто не может, никто не может разрешить против канона. Никто. Только Вселенский собор. А его не было. Какие же они православные? Вот теперь обнаружилось через вас, они никто. Совершенно никто. Заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. Они заблуждаются, не зная Писания. Писание – это речь идет о Ветхом Завете. А теперь новый. А вот еще, вот это, а другой священник, вот это все, разбирать душа, чувства, борьба, через чего выходят. Вот это настолько сложно. Мне это как бы, ну, Феофан Завете, хорошо. Но это не мой, как бы, уровень, наверное. То есть мне нужно что-то более доступное. В общем-то, они вас пытаются запутать. Это вам не нужно. Этого в Писании нигде нету. Бог вдунул душу, все, Адам живой пошел. А вот душу загаживать лукавыми подозрениями, нарушениями Святой Библии, вот и думай как. Душа даст отсчет, после смерти пойдет. А кого, откуда, какие отверстия – это они все придумывают. Придумывают ничего. Писание об этом говорит. Что такое душа, никто не знает. Ни один Святой Отец не говорил, когда она возникает. В момент зачатия или на сороковой день. Даже этого не знают. Это они плутуют все. Плутовцом занимаются. Господь нигде не заповедовал нам исследовать. А написано, говорит, исследуйте себя. Верили вы, верили вы. И ищите, говорит, что прежде всего Царствие Божие, правда его. Царствие Божие, а не расследовать душу. Душу никто не видит. И исследовать мы ее можем только как. По чувствованиям, какие в нас. Душа заскорбела печаль. Душа заскорбела. Возрадовалась душа моя в Боге. Вот это должны мы знать. Душа и дух – это одно и то же. Я вот только Господу сейчас молю, что, Господи, ты… Я понимаю, что умом Бога не понять. Ты можешь читать Библию, ты можешь исследовать все. Но именно истину, вот понять волю может Божию, как-то умом… Ну, это невозможно. Только душа, вот если Господь положит на сердце, что… Духом, то и примется. Я, по-моему, прошу, Господь, ты меня на сердце, на душу положи. Где… Кто прав? Кто пред тобой праведен более? Кого ты возлюбил более? Кто перед тобой свят из этих людей? С теми меня соедини, Господи. Ну, так, чтобы мне не обмануться. То есть, вот так. Вот сейчас вы о крещении, когда будете, в этот вопрос задавайте каждому месту, которое там указано. Читайте канон. И ты с кем? С теми, которые канон создали? Святые отцы? Или отдельно где-то? И сама себя увидишь где-то. Даша сказал Иоанн Златоуст. И ты сразу решай, ты с ним или не с ним. И ты увидишь, что их там нигде нету. Они ничего не знают. Это сатана их мучает. И Даша, считай, что говорят жития святых. И ты опять думаешь, с ними ты или не с ними? И речь тебе только о крещении. И когда душа твоя скажет тебе, что все у тебя в порядке, тогда причастись. Мы же говорили с отцом. Если они крестят, причащайся хоть в этот день. А заставить они не могут. Это безумие полное. Ну, а с крещением когда, если они не получают? Он смотрит. Знаешь, когда пришел Авраам... Подожди. Что-то там гудит там. Посмотри. Ага. Прям гудит. Так, сейчас. Ну, как получше будто. Когда Авраам пошел приносить жертву, то Господь сказал, отдай сына твоего. А сын-то идет, Исаак и спрашивает. Отец, а где жертва? А он что ответил? Сдерживая слезы в себе, он понимал, что в жертву идет сын и говорит, Бог усмотрит. И Бог усмотрел. Когда пришли, там Овен запутался рогами и его пришлось принести. Бог усмотрит. Ты немало не беспокойся об этом. Ты будь только верен. А Бог усмотрит. 47 лет не причащалась Мария Египетская. Бог усмотрел. Именно в том направлении пресвитер Зосима пошел и потом принес причастие. Все. И мне все как один практически говорят, как ты можешь без причастия. Все говорят, ты должна исповедовать причастия. Я исповедуюсь, Инатий Иванович. Да. Но причащаться я боюсь. Не причащайся, пока не дадут крещения. Иначе ты сломалась и у тебя будет хуже первого. Никак. Вот я прошу очень даже. Посмотри, у кого есть хороший компьютер, голову подними повыше маленько. Вот. И то, что на последнем ролике, вот я сказал там Ново-Воронеже, вот Василий Александр, и внизу комментарии. Все. Открой только и сразу там написано сколько. Я, даст Бог. И желательно снять, им подарить. Даст Бог. Я сейчас скажу. Не такая цена большая-то. Возьми красным карандашом и подчеркни отдельные места там, и тогда подай обработано это. И вот скажи, если вы это не признаете, вы все на другой стороне от этих святых отцов. Вы на другой стороне от апостолов. На другой стороне от жития святых. На другой стороне от канонов. Ну кто вы тогда? Вы просто идите в атаку на них. Они вас бьют, потому что вы молчите. Вы конкретно представляете. Скажи, тогда что? Кирилл Иерусалимский ошибался? Филипп ошибался, когда оба сошли в воду с Евнухом. Каноны, которые дали нам, это ошибочные тогда выходят. Иларион Алфеев, митрополит. Это правая рука патриарха Кирилла. Он неправильно говорит? Патриарх Алексей II сказал, там мои материалы есть. Это все неправильно. Кто вы? Вы себе хотя имя-то дайте. Кто вы? И какое вы имеете право надо мной издеваться? Вы же нарушаете все, все каноны, все правила и даже государственные законы. Игнат Тихонович, вы вот, можно сказать, монашу, когда разговор прямо самый первый начали, который даже не записывался. Вы мне сказать такую фразу, говорит, я сейчас ее понимаю какую-то, может, пророческому что-то такое. Он говорит, ты должна возненавидеть. Ну, понятно, да, что? Кого? Вот. Но не в том плане, что, конечно, возненавидеть там, я им желаю всего плохого, а возненавидеть в плане, что не ставить их выше Бога, воли Божьей. Я вот так понимаю, конечно. На татарах написано Евангелие от Луки. И кто не возненавидит отца, мать, братьев, сестер, не достоин меня. Это не мои слова. Это что означает? Те, которые препятствуют. Они вас не допускают до входа в церковь. Они не допускают. Встали перед вами. Ну, а с вами-то идут вместе апостолы, пророки. Они их просто сметут. И через вас они поймут тогда. У нас было такое. Человек противился, а потом пришел и начал каяться. Священник-то. И все у него по-другому пошло. Так, не слышно. Подожди. Голос исчез. Ну-ка. Слышно? Слышно? Сейчас слышно немножко. Давай. Мне муж говорит, если бы мне про прогружение, например, говорили моя мама, то есть его теща, бабушка, я бы не препятствовал. Пусть, но если говоришь это мне ты, а тебе я не верю, как бы ты ненадежный человек, то я не дам тебе. Просто он препятствует. Спеши, что есть, и скажи, это говорит, и покажи, кто говорит, подчеркни. Это говорит Ефрем Сирин. Это говорит Филакт Болгарский. Вот это говорит Иоанн Златоус. Вот это Василий Великий. Подчеркни всех святых отцов. Я их там выставил-то десятки. Что они говорят о крещении? Да при чем, скажи, неужели бабов больше? Бабе и Басе собирать будем? Что-то гудит. Подожди. Слышно? Да гудит все время. Ну не знаю, у меня тут все тихо вообще. Ну ладно. Ну даст Бог, у нас сейчас твой папа, у него хороший интернет и принтер есть. Так. Значит, и еще один момент. То есть мне просто идет угроза, что я заберу сына. Не бойся этого, не бойся. Это тебе Бог может истинный путь указывать. Я первый сказал, желает развода, пусть получает его. Не надо держаться за это. Дальше он будет из себя не веревки вить. Он из себя сделает подстиралку. Ты скажи, я верна Господу. Я выставлял там про Анастасию за решительность. Получала материал? Я еще не открывала. Я даже боюсь эту почту открывать. Там говорится о том, что она была когда замужем, а он над ней муж издевался. И запечатал все ее средства, она богатая была. А у нее Хрисагон был учитель в тюрьме. Она пошла к нему, он говорит, ничего, придет время, на нашей улице праздник будет. Его отправили в командировку, он утонул. И теперь она начала щедро везде раздавать и прочее. Бог усмотрит, говорит, дочь моя. Так и получилось. Я это выставил, специально скопировал просто, какого числа. Я вам скажу, муж мой, он только за то, чтобы брак сохранить. Никаких тоже даже нет вопросов. Все, стой на своем. Не на своем, а на том, что Бог указывает. Иначе лучше бы не познать, нежели познавшего, возвратиться назад от преданной заповеди, как пес на блевотину. Они исказили все. И откуда ты знаешь, говорит, не через тебя ли начнется победа? И еще, Игнатий Игоревич, меня пугает. Вот один батюшка говорит, если ты сейчас не оставишь это все, тебе нужно, говорит, оставить все. Ну, то есть не читай никакую не духовную литературу. Просто, ну, читай там что-то такое более бытовое. Заметь, будет там вообще расслабь голову. На несколько месяцев, может, это. Если нет, ты просто окажешься в психушке в нашем доме. Да ладно, это они говорят, скажи. Мы все туда пойдем, скажи. Можешь не отвечать. Но только бери с собой Библию. Везде, куда не пойдешь, сделай закладки. Прямо, конкретно. А если есть кто-то родной и близкий, скажи, запишите, что мы будем говорить. Сфотографировать, записать и все. Они как огня боятся вот этой записи. Они не могут даже помышлять, что это суд Божий будет за это. Они не верующие. И ты с ними только разговаривай. Игнатий Ильич, вы вот эту беседу пока, конечно, не выставляете. Нет, нет, это я вам в архив положу. В архив положите. Придет время, если... Без вашего разрешения, что с вами записано, нет. То разрешили, я выставил. Скажите, с отцом. А там у нас вообще все хорошее. С отцом-то были. Вообще никакого отношения... Нет, это... Я вам не дорассказала. Я уже легла спать, уже... Тут дверь вырывается. Говорит, это что такое? Там сейчас или убьет, или еще чем-то. Я его выставлю через неделю. Выставлю через неделю. Этот разговор где-то с отцом был, и все. Это наш разговор. Кто имеет право вмешиваться? Ничего там нет. Мы разговариваем о душеспасительных вопросах. И не надо просто. Они понимают. Согнулось в одном месте, они дальше тебя гнут уже. Они из тебя неизвестно кого хотят сделать. Скажи, я не виновна ни в чем перед вами. Поэтому я переношу это страдание, как мой Господь. Ты подражаясь Христу. Ну, вы... Я там не знаю. Выставить нет. Он мне там будет опять запрещать это все. Он не перестанет никогда. Потому что... Никогда не успокоится. Я вам написал Исаия. Прочитай потом. Это взволнованное море, которое пенится срамотами своими. Выбрасывая ил и грязь. У них кроме срамоты ничего нет. И все. Никогда на это не смотри. Ты перед Господом будь. Скажи, я для тебя, Господи, восстала и буду стоять. О, как сложно-то вообще просто. Ну, подожди. Ну, когда ты должна быть с Господом в полноте. Ты посчитай житя святых. Как над женами издевались. Как предавали их. Как это было с Феклой. Вы просто житя не знаете до конца. И все они выставили. Мария Галиндуха что вытерпела. Екатерина. Их сколько таких было. А у которых были мужья, которые предавали их. А возьмите Диаскору. Отец Варвару великомученицу как мучил. Отец родной. Он гнался за ней, когда гора ее скрыла. А потом мучил ее, терзал до костей. Ничего. Мы ей молимся. Но я же не могу уйти от него. Понимаете? Не надо. Не надо. Не уходи. Как была, так и будь. А что он будет наносить вам рано? Перетерпи ради Господа. А ему больше внимания и любви окажешься. Он думает это. То, что ты дома засиделась. Тебе всякая ерунда в голову лезть. Пойдешь работать. Ну, я пока в декретном. Ну, да. Я говорю, я не боюсь работать. Просто у меня сейчас будет тяжелее. Потому что он как бы дома сидел. Там три года почти. Ну, хорошо. Ну, пойди на работу. Скажи, ищи работу. Сказал, иди. Слушай, что он везде, где говорит относительно тела. На работу, на работу. Вставай, говорит, раньше. Я тебя Зоренькой назову. Только пораньше вставай. Песня поется. Ты больше ему внимания. Еще он любит поесть ему. Мужчины, говорит, через желудок подходят. Мужчины, они глупые. Если только с любовью, да проще будешь. Глядишь, он может и смириться. Он другого-то не видал. А вот тебе бабушка сказала или кто-то, он бы поверил. У него веры-то нет никакой. У них видно вот это еще то, что священник, у них духовник вот такой. Ну, и какой такой. И он такой же в одной. Что значит священник? Когда написано, вот, житие святого Дионисия Александрийского. Запиши. Дионисия Александрийского и Киприана Карфагенского. Запиши хотя бы двух. Там написано так. Народ был настолько тупой, тупой, необразованный, что православных считали еретиками, а еретиков православными вообще. Это было все. Дионисий какой? Дионисий Александрийский. Ага. И еще какой? И Киприан Карфагенский. Ага, что написано? Это мученики. И в их житье написано, народ был такой необразованный, что еретиков считали православными, а православных еретиками. И они... Иероним Стридонский еще запишите. На Иеронима Стридонского, главного защитника православия, нападали. И допрашивали его там, епископы. Я говорю, даю объяснение, они не верят. Они придумают обвинение, возлагают на меня. Теперь ни одного его гонителя нету, а он один из самых почитаемых святых. Как у нас Иоанн Затаусток в Восточной Церкви, это 4-й век, 5-й век. В 420-м году он умер. Иероним Стридонский. Я на него ссылаюсь к истинному православию в книге. Истинному православию я читала. Он увидел, что я читаю, вырвал, и говорит, я сожгу, короче. Моя, может быть, ошибка была в том, что я вот эти визиточки когда печатала, я ему не сказала. А он и не должен знать, а ты делаешь доброе, не обязательно докладывать ему. Ты божественное делаешь. Пусть левая рука не знает, что правое делает. Ты на свои деньги только это делай, на свои деньги. Ты можешь купить новую Библию. А в интернете, на нашем сайте, книга к истинному православию в раскрытом виде. Так что берите. Ну, если честно, у меня вторая часть ее осталась в книге. Все Господь устроит так, как ты даже не догадываешься. Вчера мне звонят с разных сторон и говорят, за Юлю сейчас все тут молятся. Слава Богу. С разных концов страны. Вот и все. А он обратится еще и может быть будет проповедником. Но видно, что грамотежки духовной-то совсем нету. Да, и мне тоже очень много чего надо работать. Особенно над сном своим, потому что это... Что-то пытаюсь рано вставать, но вообще не получается. Особенно, когда начинаются все нападки, я прям как в спячку хожу и все. Хорошо. А на работу на какую вам идти надо? Что за работа? Ну, я вообще зубной техник по образованию. Я работала три года. Ну, так иди. Ты отдыхать будешь там на работе-то. У тебя встреча с людьми будет и все. Он тебя вот посылает на дело Божье. Вот. Что тебе дома квасится-то и правильно говорит? Иди работай. Я больше, знаете, склоняюсь. У меня есть несколько вариантов. Я сейчас не очень хочу там, потому что надо вспоминать там всякие вещи. Но это можно вспомнить. Сейчас это далеко от дома получится работа. Я думаю, можно пойти либо на газовод делать к маме, либо пойти, знаете, по лекарственным растениям. То есть там женщина, она, кстати, ездит на Алтай, травки собирает вот это вот, лечит травами. Да. Я как-то один раз, я помню, сказала, я бы так хотела с вами работать, научиться вот это, понимать, как трава от чего. Она говорит, ой, да, с радостью. И прошло время. Сейчас я вспомнила, может, она меня вольнет в себе. Работу выбираешь ты сама. Относительно спасения будет непреклонная. Нигде ни в чем не уступай. Это, знаешь, молчанием предается Бог. Молчанием предается Бог. Григорий Богослов. Молчанием. Ты творчество молчала, и ты предала Бога уже. А тем более отступать. Скажи, написано так, вы везде сделали отступление. А я не могу на это пойти, у меня одна душа, и я должна спастись. На меньшее я не согласна. И все. Елена Сергеевич, вы бабушке не говорите, что я с вами разговаривала. Она передаст Стёпе, Стёпе опять на истерику. Ну, зачем с ней не говорю, я вам говорю это дело. Вот. Еще мне вот в чем-то не это, я в дьяконом разговариваю, мы в храме когда-нибудь. Ага. Я что-нибудь пытаюсь сказать. Он говорит, это не ты, это через нее, а у меня мама там стояла рядом. Он говорит, это не она, это бесы через нее говорят. Бесы. 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 Это язычники все так говорили на христиана, а сами с бесами жили. Они всегда говорили. И это еще приводит тогда такое себе в оправдание, что какой-то монах в монастыре стал одержимым, он стал Ветхий Завет наизусть знать, что такое. А когда его отчитали, он все забыл. Говорит, вот вы, Игнатий, так же у него, он через бесы говорит все писание с нами. Они богохульники, они могут Духа Святого похулить. Вот у нас епископ был 13 лет. Мы встречались с ним, говорится, и пили, и ели, и гуляли, и все. И в Тихий. Это Домодедовский патриарх Кирилла. И в Тихий. И он говорит, последний раз, когда тут с епископами встречались, он говорит, вам, Игнатия, никогда не завинить, что они православные. Он сугубо православный. Сугубо, то есть вдвойне усиленно. И они, что говорят-то, они, у них вообще ничего нету. А потом мне начинают про погружение в какой-то материал. Вот, смотри, я нашла мне бабушку. Иисус Христос крестился по шею. По шею? Вот это да. Откуда они взяли-то? Жизнь Господа Наша Иисуса Христа, какая-то книга такая. Кем-то. А почему по шею-то? Ну, какие, я говорю, мне не надо, мне не надо давать читать. Я уже утвердилась в этом, что мне дано. И не надо меня соблазнять и читать вот это еще. Это ничего не читай. Считай только то, что в Библии написано у святых отцов. И вот это вот под последним роликом, запомни. Там все есть. Легко, в любом месте можешь снять и откопировать. И еще один момент такой, который тоже никак не могу понять. Вот мне обвиняют, говорят, ты христианка, ты не должна ближних своих расстраивать, раздражать. Ты соблазна, ты их расстраиваешь, то есть у тебя нет любви, иначе ты уже грешишь. Я говорю, ну извините меня, а вы меня может чем-то другом расстраиваете. И вообще я же, ну грубо говоря, это ваши нерешенные вопросы, да, что вы там обижаетесь. Причем я здесь. Ну что вы там так себя ведете? Расстраивайте. Написано, кто не возненавидит, не достоин меня. Не только расстраивать, а не возненавидит. Не возненавидит. То есть Бог посылает тебя и говорит, любящие Господа, ненавидьте зло. Псалом 96, 10 стих. Псалом 96, 10. Ты кое-что запоминай наизусть. Так, еще раз. Псалом какой? 96, 10 стих. Любящий Господа, ненавидьте зло. Вы меня к злу тянете. Вы против святых канонов идете. Я должен отвращаться вас всячески. А у меня сегодня псалом был, кстати. Угу. Угу. Вот которые места Писания засчитали вначале, внимательно прочитай. И постарайся заучить. Только память разобьешь в этом. Ты неуязвимой для них будешь. А у вас сказания будут говорить детям потом. Скажут, наконец-то Бог дал. Да. Получается, что что-нибудь из Писания скажешь, особенно из Нагорной проповеди, тут же там вообще как бы люди как бы наплевать. Им не важно, что Христос сказал. Им важно, что Феофан Затворник сказал. Я говорю, ну Христос же сказал. Ну вообще, они даже не могут ничего толком сказать. Вы скажите, где сказал он Феофан Затворник? Когда? В какой книге? Покажите страницу. Я-то указываю все. Какой святой? В кавычки взятая. А вы, речь Феофана Затворника, в кавычки не можете взять. Вы передаете вот эти вот «собирай басни» там по шею, там все. Наберешь целый альбом. Потом можно будет показать, какая вера православная. И мне еще этот дьякон говорит, вот, он говорит, тогда он говорит, да, я вот эту на вашу книгу сказал, ну, не хотел вам говорить, но он не очень хорошее слово сказал. Почитай. Я ему сказала, я вам не дам, вы так уже относитесь. Потом опять вот в последнее воскресенье говорит, да, я еще почитаю. Я по святым отцам разберу, поставлю, где правильно, где неправильно. Вот. Я говорю, ну, если вы так хотите, то есть это в интернете, иди, скачайте, пожалуйста. Да. Нет, я хочу, чтобы ты мне дала. Но я не дала. Тогда у меня вечером, по-моему, в этот день или на следующий все подбирать эту книгу все равно. Вот. Ой-ой-ой. Да какая же вера-то в них-то? Они ведут себя как безбожники отпетые. А наоборот бы, ты не так понимаешь. Они бы тебе сказали, а на основании каких предложений слов Игнатий-то вас обольстил. Ну-ка, покажите. Посмотрели. Златоуст говорит так. Ага. Ну-ка, ребята, давайте посмотрим. Тогда где мы окажемся-то? Ты открой и скажи. Сто тридцать шесть свидетелей я привел к вам. А у вас ни одного нету. Кому, Златоуст говорит, судья присудит победу? Ни одного нету на их стороне. Никого вообще нету. Мне никогда не думал, что так может быть. Я выходила замуж именно сознательно за верующего человека. Я понимала, что нужно за верщик. То есть нельзя выходить за... Ну так. Ни бе, ни ми. Я вышел, смотрю, в алтарь там ходят все. Это уже мне потом... Я решила понять, что нельзя-то в алтарь ходить. А обворачиваться все еще хуже, чем, может быть, даже если человек был, может быть, каким-то не таким верующим. Я написал это. Он, видимо, прочитал. Я говорю, я-то думаю, что вы там есть таким безжалостным, таким бесчувственным его сделала вот этот православий-алтарь. Он таким не был. И я знаю, лживая, ложная вера основана не духом святым. Она делает человека жестокосердным. У него сердце, как жорнов мельничный. Ой, сложно. Никакой сложности нет. Вам дано не только веровать, но и страдать. Запомни это. Если вера ваша не испытана страданиями, она не угодна Богу. Вот как святые говорят. Он тебя испытывает. Другие святые просили, испытай меня, Господи. Выйду из огня, как золото чистое. Испытай. Они сами просили. Так, снова звонит. Отходи, да, совсем? Все. 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 Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим. Приходите. Подписывайтесь. Будете регулярно получать с нашего канала.